Проводя на вокзале от нескольких минут до нескольких часов в ожидании своего поезда об истории здания, мало кто задумывается. Между тем, движение поездов здесь началось в 1864 году, а первая фотография вокзала датируется 1860-ми годами, а значит, в этом уходящем году вокзал станции Рязани-1 отмечает свое 155-летие. Железнодорожные пути от Рязани до Москвы единственная в России левосторонняя железная дорога, так как возводились они при участии английских строителей. Вокзал Рязани-1 как единственный вокзал обслуживал пассажиров до 1917 года. Нынешняя станция Рязань-2 на тот момент была товарно-грузовой. Уже в советское время, в 1960-е годы, старое здание вокзала Рязани-1 было реконструировано и расширено. При анализе старинных, уже не старинных, а советских фотографий, было видно, что действительно декор первого этажа сохранен на тот момент, когда над ним был надстроен новый этаж уже из белого силикатного кирпича. Потом, соответственно, весь фасад зачистили, придали ему один единый общий вид, арочные окна превратили в прямоугольные. И вот именно в таком виде, уже в таком советском рациональном так называемом стиле, он дошел до нашего времени. О том, что в основе этого здания дореволюционная постройка, Александр догадался, однажды обратив внимание на фрагменты кирпичной кладки, которые местами просматриваются внутри современного здания. Характерный известковый, а не цементный раствор на швах и красный кирпич, такие использовали до революции, главное свидетельство того, что кладка относится к веку XIX, а значит, в советское время вокзал не снесли, а просто перестроили. На этот вокзал в 1904 году, 1914 году приезжал император Николай II, об этом свидетельствует памятная доска, которая размещена на фасаде здания. Также с этого вокзала уходили на фронт полки в годы Великой Отечественной войны. То есть весь этот вокзал пропитан историей и очень хорошо, что он сохраняется на данный момент в таком виде. Несмотря на перестройку, здание несет историческую ценность. Вот почему Александр Дударев решил обратиться в инспекцию по охране объектов культурного наследия. По шкале исторической и культурной ценности это здание имеет в основе середину XIX века, не перестроенные стены и контуры тех лет, а также связанные с ним визиты исторических персонажей, которые придают статусности привычному каждому из нас зданию. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».